Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас впервые Casio Oceanus. Возможно некоторые из вас никогда о них не слышали и знают только линейку и дефис, однако могу вам раскрыть тайну, у бренда есть следующая ступень, более премиальная, функциональная и конечно же с невероятным исполнением. Сегодня мы увидим это воочию на примере крайне любопытной модели, которую вы сможете приобрести конечно же в моем магазине chasterclub.ru, ссылка будет в описании. Сразу понятно, что нас встречает технологичная модель и еще и облаченная в титан, титановый корпус, прочный, легкий и что радует с множеством граней, как полированных, так и матовых сатинированных. Одна кнопка с левой стороны, две, с правой, плюс еще головка с логотипом Oceanus, с небольшими защитными бортиками. Очень красиво все исполнено конечно, браслет под стать тоже титановый, тоже с разными гранями. Задняя крышка, здесь мы видим информацию о модели, о ее функционале, о японском происхождении, ну и конечно, помимо того, что здесь титан, еще и сапфир нас ожидает, но вы наверное могли подумать, что как обычно сапфировое стекло, оно здесь кстати выпуклое, продолжает границу ранта, но на самом деле нет, здесь не только стекло сапфировое, здесь еще и сапфировая вставка на безеле. Разметка часовых поясов, она продолжается на внутреннем уже кольце под стеклом. Так вот, самое интересное, что вот эта вставка на безеле, она также сапфировая, причем двухцветная, вот здесь четко видно границу, она от 12 часов идет в синий цвет, да, под некоторыми углами уходит в черный, но за счет этого и достигается этот интересный эффект. И окончание синего цвета мы вот здесь под углом четко можем видеть на свету, в районе 7 часов заканчивается синяя часть безеля и начинается черная. Это все отсылки на нашу планету Земля, на то, как она светится в космическом пространстве, если мы смотрим на снимки из спутников, например. И здесь, конечно, синий цвет преобладает, помимо черного, на циферблате. Мы видим синие рамки, синий индекс, вот посмотрите на эти невероятные эффекты. Индексы под какими-то углами становятся синими, даже голубоватыми, а под какими-то уходят в черными. Это не просто на камере такой эффект, это реально вживую, я сам наблюдаю такой эффект. Здорово! Плюс еще индексы накладные, разной длины, качество, конечно, невероятное. Окошко даты, черный диск, лишнего внимания не берет, ну и субциферблаты. Прежде чем перейдем к субциферблатам, стоит еще обратить внимание на секундную стрелку, она, как вы видите, имеет синий наконечник, и это не просто краска, это специальный сапфировый орнамент. Да, сапфир даже здесь. Ну и, конечно, все со светонакопителем и стрелки, и индексы, и стрелки второго часового пояса, тоже со светонакопителем. Здесь у нас мы видим время в другом часовом поясе, выставить можно, конечно же, абсолютно любое, это идеально для путешественников, то есть вы видите сразу, например, местное время и домашнее, ну или как вам удобно, их можно менять буквально одним зажатием правой верхней кнопки. Пара-тройка секунд, и стрелки моментально, практически моментально меняют свое положение. Вот вы, например, приземлились и быстро поменяли часовые пояса друг на друга, и также можем обратно их менять. Здорово! И, как видите, стрелки очень быстро реагируют, очень быстро двигаются, все дело в том, что внутри двойная катушка, специально для вот таких быстрых, плавных движений. Субциферблат в районе 10 часов сейчас показывает на день недели, также он будет указывать на авиарежим. Да, конечно, в часах есть GPS, как вы поняли по этой надписи, но если уж вам вдруг GPS не нужен, то есть не нужен этот прием сигнала, плюс вы можете в самолете лететь, и вас попросят перевести все устройства в авиарежим, эти часы имеют данную функцию. Ну а что касается GPS, то данная функция позволяет принимать, конечно же, не только сигнал от спутников и получать точное время, но и устанавливать ваше местоположение. Все это делается благодаря вот этой нижней кнопке, которая специально синим цветом подсвечена, указывая как бы на то, что опять дело будет именно с космосом. Стоит также выделить маленький циферблат день-ночь, вот здесь рядышком с мировым временем, он указывает нам на то, что мировое время сейчас вечернее, но индикация для основного вот здесь в районе двух-трех. Также тут как раз таки индикация GPS-ная, T это установка времени, T плюс P это ваша позиция, position, то есть, где вы находитесь, по GPS определяется. И еще здесь Multiband 6, ко всему прочему, на борту, то есть, если вы вдруг по каким-то причинам GPS-сигнал не получаете, можно получать сигнал от одной из шести вышек, эта функция нам уже знакома, по многим другим. Как все, в общем, функциональный модуль, максимально заряженный, плюс еще стоит отметить, что здесь секундомер есть, нижняя кнопка, мы переходим в режим секундомера, точность 1 секунда, вплоть до 24 часов, все это работает, запуск на верхнюю, на нее же остановка, сброс на нижнюю. Ну и конечно же, все это питается от солнечной энергии, а как без этого. 8 месяцев автономной работы, плюс еще есть режим сохранения энергии, в котором они могут проработать до 19 месяцев без подзаряда. Ну и вот он, свет накопителя, о котором я говорил, приятно, что помимо индексов и стрелок основных, также его разместили на дополнительных стрелках, где у нас второй часовой пояс. Все очень ярко, красиво, ну и посмотрите, индексы вот эти под углом тоже выглядят в темноте невероятно. Не самый маленький океанус, все-таки здесь размер чуть больше, чем средний, высота по краям ушек 51.1, 46.1, ширина корпуса, выступы, кнопки дают о себе знать, также как и стекло дают о себе знать, 15 миллиметров здесь толщина, плюс еще задняя крышка немного выпирает, но несмотря на все это вес общий, всего 102 грамма, тут уже титан играет большую роль, потому что это материал легкий, и корпус титановый, браслет шириной 22 миллиметра, застежка брендированная, и тут на запястье до 20 сантиметров примерно, браслет подходит, однако как раз таки есть некоторое дополнение для путешествующих людей, например, или для тех, у кого немножко может с утра или после самолета опять же-таки отекать немного рука, зажимаем кнопки и задвигаем наш браслет, где-то миллиметров 5 мы получаем в плюс или в минус, то есть задвинули, браслет чуть меньше стал, зажали кнопки, выдвинули и получили дополнительно где-то миллиметров 5, вот такое удобное решение, которое позволит вам максимально комфортно себя чувствовать в данной модели практически в любой ситуации. Это, конечно, часы премиальные, на выход, скажем так, то есть их можно и с каким-то костюмом, с деловым стилем сочетать, с рубашками, с пиджаками, даже несмотря на наличие хронографа, который всегда вроде как дает некой динамики, некой спортивности, здесь так сразу не скажешь, что часы имеют какой-то спортивный характер, вполне себе деловитый вид, очень красиво они смотрятся, ну а уровень водонепроницаемости в 100 метров позволяет в них даже плавать, так что их и каждый день можно носить, воды они особо не боятся, поэтому универсальный достаточно вариант, технологичный вариант, что важно, и, конечно же, вариант безумно красивый. Океанус порадовал, действительно, та модель, которую хочется держать в руках, которую хочется носить, о которой хочется рассказать. Стоит также заметить, что среди технологичного кварца, японского технологичного кварца, конечно, есть еще прямой конкурент, это Seiko Astron, и предлагают они примерно плюс-минус то же самое, то есть плюс-минус те же технологии, GPS, красивый корпус, циферблат, солнечная батарея, все более-менее одно и то же, вопрос только в реализации. Вот, например, я у Seiko не встречал сапфирового безеля, это для меня вообще что-то новенькое, выглядит он здорово, особенно вот это переливание цветов от синего к черному, конечно, привлекает, особенно в купе, в гамме с синими элементами на циферблате, которые еще также под разными углами превращаются в черный, но это нечто, конечно, это, наверное, камерой не передать, и, конечно, многогранность циферблата. Очень-очень все здорово реализовано, и ты прямо чувствуешь, что это уже несколько другое, чем Casio Edifice, например, это класс явно повыше. И отметил бы, что у нас серия океанус вообще представлена достаточно широко, можно подобрать модель на любой вкус, ну а данный вариант у нас по очень демократичной цене. Единственное, что я бы хотел отметить, это коробка, вот здесь, наверное, Casio немножко прогадали в плане вот именно этой модели, потому что внешне она выглядит неплохо, но внутри вот это покрытие, по-моему, не соответствует премиальности продукта, тут ее уже пару раз открыть, и появляются какие-то заломы. Если вы эти часы вдруг решите покупать на подарок, ну будьте, пожалуйста, к этому моменту внимательны, а если вы покупаете их для себя, то, конечно, тут вы покупаете не коробку, я думаю, в первую очередь, а невероятно классный и технологичный продукт от Casio, который полностью себя оправдывает. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте ее в комментариях под видео, и если она вам понравилась, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все, всем пока!